И второй способ, как мы можем приобрести земельный участок, это сформировать его самостоятельно. Итак, давайте сразу будем понимать, что у земли, у земельного участка, у любого земельного участка, у леса, у поля, да, то есть у заброшенного земельного участка всегда есть собственник. Да, то есть это либо государство, муниципальное образование, да, то есть либо юридические лица, либо физические лица, да. То есть мы понимаем, что абсолютно любой земельный участок, да, то есть у него есть собственник, либо государство, ну, либо уже какие-либо другие лица. Так вот, юридические лица, физические лица, это частная собственность, мы на них никак, на частную собственность не покушаемся, то здесь, ну, мы, к сожалению, не сможем сформировать такие земельные участки. Поэтому с такими землями мы не работаем. Если вы работали с публичной кадастровой карты, то вы видели, да, то есть когда вы заходите на публичную кадастровую карту, что, к примеру, какие-то земельные участки выделены в красную рамочку. Вот то, что выделено в красную рамочку, это земельный участок размежеван, он стоит на кадастровом учете, и у него есть собственник, да, то есть. И вот все, что размежевано и все, что находится в этой красной рамочке, мы с этим не работаем То есть сразу понимаете Нас будет интересовать, да, именно во втором способе Это государственная земля Именно государственная, чтобы собственник был государства То есть нам нужны земли, собственность на которой не разграничены То есть те земли, которые не входят в эту красную рамочку То есть это именно абсолютно свободные земли Вот именно с ними мы работаем И теперь главный такой сразу вопрос, внимание, да То есть и у вас должно быть понятие То есть при работе на торгах мы можем приобрести абсолютно любой земельный участок То есть любого назначения, любого вида разрешенного использования При формировании земельных участков То есть мы можем использовать только вид разрешенного использования Это личное подсобное хозяйство Это индивидуальное жилищное строительство Ключевое слово в границах населенных пунктов То есть то, что есть в населенном пункте То есть с теми участками мы и работаем А также с назначением садоводства Только с этими категориями мы можем работать Еще раз вам повторяю, да То есть чтобы было понимание То есть этот способ, второй способ не работает при Я хочу землю под гараж Я хочу землю под гостиницу Я хочу землю под магазин и так далее Да, то есть ИЖС, ЛПХ или садоводство Такие категории где бывают Мы это с вами разбирали в предыдущем видео Для поиска земельного участка нам с вами понадобится Либо публичная кадастровая карта Либо кадастр.ру Кадастр.ру это мобильное приложение Которое у нас всегда под рукой И его очень удобно использовать Давайте публичную кадастровую карту Мы разбирали в предыдущем видео Да, то есть совсем немножко Давайте посмотрим, что у нас есть в кадастре.ру Да, то есть что это за приложение Как оно выглядит и как им пользоваться А самое главное, как там заниматься поиском Свободных земельных участков Итак, вот мой мобильный телефон Который у меня всегда под рукой И с которым я работаю Меня интересует приложение кадастр.ру Кликаем по нему Что мы видим? Да, то есть что он мне показывает? Он показывает мое местоположение То есть там, где я сейчас нахожусь на текущий момент Если я нажму здесь правом нижнем углу стрелочку Он покажет конкретно дом, да, то есть где я нахожусь Для того, чтобы мне найти свободный земельный участок Я всегда нажимаю вот здесь на слои И далее выбираю Чтобы у меня не было никаких космических снимков Вот что я вижу Все то, что у меня находится в красном Да, то есть обведено красным Это земельные участки размежеванные И по форме я вижу, что они размежеваны Ну, ближе в СССР, да, то есть их выдавали По безвозмездному, к примеру, право пользования Сами зеленые квадратики, сами зеленые квадратики Зеленые красные квадратики Которые есть, да, то есть они полностью закрашены Это зарегистрированы, вот вы видите Это зарегистрированные дома Вот номера, которые оканчиваются 7, 263 Это заканчивается номер кадастрового квартала Да, то есть И вот здесь я немножечко подальше делаю И что я могу увидеть, да, то есть Что я могу видеть, что Где есть свободные земельные участки, да То есть, к примеру, вот здесь я вижу, что есть свободные земельные участки Да, то есть И я смотрю Вижу, что есть новые земельные участки Вновь образованные То есть если вот эти были со времен Да, то есть видите, они кривые Со времен еще СССР Образованные, да, либо с 90-х годов То это я вижу, что это новые земельные участки Они вновь образованные Я еще вижу по плотности застройки, что здесь очень маленькие дома, и я понимаю, что да, вот они меня интересуют. Я бы хотела посмотреть, есть ли там вообще что-либо. И вот я нашла свободный кусочек земельного участка, то есть мы видим, что он не разбежован, не стоит на кадастровом учете, и я кликаю по любому соседнему земельному участку. Я кликнула по соседнему участку, мне показывают кадастровый номер, и в данном случае он нашел объект капитального строительства, то есть индивидуальный жилой дом, но меня интересует земельный участок. Я вижу кадастровый номер, вижу земельный участок, кликаю по нему. Что я здесь вижу, да, то есть самое главное, что земля поселений, то есть земля населенных пунктов. То есть я понимаю, это то, что мне подходит. Дальше я вижу кадастровую стоимость, могу предварительно рассчитать ее стоимость, вижу площадь земельного участка, то есть текущего, вижу адрес, и вижу ВРИ по документу, то есть для ведения личного подсобного хозяйства. То есть я понимаю, что да, мне интересно было бы поработать вот с такими земельными участками. То есть это то, что мне подходит именно для формирования. Для того, чтобы убедиться, есть ли вот в этом кусочке, да, то есть вот в этом какие-либо дома, я снова кликаю на слои и выбираю космоснимки. Теперь космоснимки, когда подгрузятся, они мне непосредственно покажут, да, то есть есть ли что-либо в этом пятачке. И что я вижу, что нет, в этом пятачке у нас абсолютно ничего нету, да, то есть мы видим, что нету никаких домов, то есть здесь просто расположен лес. Соответственно, меня это устраивает, и вот с этим пятачком я могу поработать. Друзья, коллеги, вы можете делать то же самое, ходя в магазин, ездя куда-нибудь за продуктами, на машине, на автобусе. У вас есть мобильный телефон, он всегда под рукой, и вы таким образом можете проверять на наличие свободных земельных участков, да. То есть понятно, что это всего лишь предварительная информация, которую мы видим. Но, тем не менее, она публичная кадастровая карта, кадастру является первоисточником для поиска информации о свободных земельных участках. После того, когда мы с вами нашли земельный участок, нам его можно сформировать. Сделать мы это можем тремя способами. Первый способ это через кадастровых инженеров, либо через брокеров, которые также оказывают услуги по согласованию земельных участков, да, то есть стоимость будет от 3000 рублей. То есть минимально за один участок, без гарантии того, что согласуют вам этот земельный участок или не согласуют. Многие брокеры, да, после того, когда вот хотели, ну, формировать земельные участки, вот на этом этапе они сдуваются по той простой причине, что нужно что-то делать, оказывается. Ну, не просто один раз что-то сделал, и ты сразу миллион заработал, а нет. Нужно работать постоянно, постоянно, на постоянной основе в неделю, подавать по несколько схем, искать земельные участки, и только после этого будет успех, и только после этого будет результат. Да, то есть многие брокеры просто этого не делают. Да, то есть, итак, немного отвлеклись, что мы понимаем, что первый способ это обратиться к кому-либо. Да, то есть минимум 3000 за один участок, и без гарантии того, что вам его сформируют. Второй способ, вы можете делать это бесплатно, самостоятельно. Разбирать мы это не будем, это мы делаем на расширенном курсе, как и что мы делаем. И третий способ, вы можете это сделать в Росреестре. Это не дешево. Итак, что нам все-таки необходимо сделать, чтобы получить свой земельный участок? И первое, это найти свободный земельный участок. То есть, как найти свободный земельный участок, мы с вами рассмотрели. То есть, мы заходили в кадастру, вчера мы заходили в публичную кадастровую карту, и там мы находили свободный земельный участок. Если вы вдруг они видели, то вы можете чуть-чуть выше подняться, видео назад отлистать и пересмотреть. Второе, это подготовить схему. Мы делаем ее бесплатно, без каких-либо дополнительных программ. И, соответственно, мы можем делать с одного места неограниченное количество земельных участков. То есть, нам не нужно по 100 рублей каждый раз платить. Но вы можете применить эти знания и делать за 100 рублей, давать их в администрацию. И подать документы в администрацию. То есть, в целом, это все, что необходимо, это несложно. И на этом, как бы, все. Мы просто сидим и ждем ответа, когда администрация даст нам ответ. В случае положительного решения мы найдем наш участок за 0 рублей. Где мы его найдем? На сайте торги.гофрум. И давайте перейдем, посмотрим, как же все-таки выглядят земельные участки за 0 рублей, которые кто-то потрудился, сформировал, нашел, сформировал, подал документы. Что это значит? Участки за 0 рублей. Переходим на сайт торги.гофрум. Здесь уже знакомый нам интерфейс. Нажимаем торги. Спускаемся немножечко вниз. И что мы видим? Что мы выбираем? Виды торгов, аренды и продажи земельных участков. Так как по всей России я вам не рекомендую работать сразу, потому что вы не можете все земли охватить вот разом, вы выбираете тот регион, в котором находитесь вы именно сейчас. То есть вам важно понять, работает ли все это в вашем регионе. И в данном случае я нахожусь в Томской области, в Томском районе. То есть районов здесь нету. То есть я просто выбираю Томская область. Итак, субъект местонахождения Томская область, да, то есть там, где меня интересует и вид торгов, аренды и продажи земельных участков. И что я здесь вижу? Предварительное, согласование, предоставление земельного участка. Это то, что нам с вами необходимо. И здесь мы видим, что ну вот нету цены. Значит это кто-то его сформировал. То есть вот так же земельные участки за 0 рублей. То есть это кто-то сформировал, либо администрация, либо физическое лицо. Вот все, что за 0 рублей, то уже кем-то сформировано. Все, что у нас имеет цену, то уже выставлено на торги, да. То есть вот, что есть земельные участки, видите. И вам нужно будет сделать то же самое. Вам нужно будет посмотреть, что есть именно в вашем регионе, да. То есть посмотреть вообще, есть ли формируют, согласовывают администрации или земельные участки в вашем регионе. Если вы их находите, то да, вы смело можете с этим работать. Если нет, то вам стоит задуматься, да. То есть а будете ли вы, а согласовывают ли, а если не согласовывают, то почему. То есть как это сделать, вы так же уже умеете, да. То есть вы найдете. Если честно, я первично, когда занималась торгами, еще не работала с землей. Думала, что земельные участки реально продают за 0 рублей. И даже пробовала несколько раз заходить в торги. И для меня только потом дошло, что это не торгит, что у земельного участка всегда вообще есть цена. Это либо кадастровая, либо, если это аренда, это какой-то процент от кадастровой стоимости. Этот этап называется выявление спроса, да. То есть когда мы нашли свободный земельный участок, подготовили схему, подали ее в администрацию. И вот с этого момента, с этого момента у нас есть два исхода. Какие два исхода, давайте их разберем, да. То есть два этапа. Первый – это когда на наш участок, от который администрация вывесила, чтобы любой желающий мог зайти, да. То есть это же открытые торги, не только же мы можем этим правом воспользоваться. Администрация за 0 рублей выставила этот участок. То есть никто на выявление спроса не заявился, никто не написал заявление, что да, я тоже хочу воспользоваться этим правом, и я хочу поучаствовать на торгах. То есть организуйте торги. То в этом случае, в этом случае организация без торгов заключает с нами договор. Договор аренды или договор продажи, да. То есть какой мы указали в заявлении при подаче. И второй исход – это когда на наш участок за 0 рублей подали заявление, и в этом случае администрация уже проводит торги. То есть она его межует, ставит на кадастровый учет и выставляет уже за цену, которую решит администрация, да. То есть не бойтесь этого момента, потому что вы же предварительно уже все рассчитали, да. То есть вы зашли, посмотрели цены, вы посмотрели, что будет выгоднее. Аренда, продажа, да, то есть какой процент от кадастрового будет, если это выкуп. И что необходимо будет сделать. Поэтому страшного здесь ничего нет. Да, то есть это был второй способ, как мы можем взять дешево, да, то есть уже там, где мы находимся по геолокации. Давайте рассмотрим заработок на землях, который, в принципе, у нас может быть, и как мы зарабатываем. Это первое – для себя и для перепродажи. То есть мы берем, покупаем земельный участок для себя и в дальнейшем его перепродаем. Второе – это продажи права аренды. В единственном случае мы можем продать право аренды, если мы приобрели земельный участок без торгов. То есть если с нами напрямую заключили договор, то в этом случае мы можем его приобрести и перепродать право аренды. И оказание услуг по согласованию земельных участков, да, то есть можем взять какую-либо сумму. Если у нас есть положительные решения, то мы с крупными суммами можем работать. Если у нас нет положительных решений, да, то только, ну, не больше трех тысяч рублей. Нам не нужно быть юристом, не нужно быть кадастровым инженером, то есть абсолютно любой желающий может сформировать земельный участок. Почему все не зарабатывают по такой схеме, да, то есть сразу отвечу на этот вопрос, потому что у многих в голове возник, смотрите, многие боятся просто показаться глупыми, многие боятся открыть земельный кодекс, прийти в администрацию, вообще что-либо спросить, да, то есть вдруг я задам какой-то не тот вопрос, и на меня подумают, что я какой-либо дурачок, вообще без разницы, да, то есть мы делаем свою работу, мы это делали, делали это не один год, делал это не один человек, это практика, большая многолетняя практика, да, то есть по всей России многих людей. И тут тоже, да, такой момент, что выгоднее, купить, либо арендовать на торгах, или согласовать земельный участок, да, то есть в первом видеоуроке мы с вами смотрели, как приобрести на торгах. И для того, чтобы согласовать, что необходимо сделать? Первое, это найти свободный участок, подготовить документы, подать их в администрацию и ждать ответа. То есть здесь у нас есть единственная возможность заработать на уступке право аренды, если взять участок без торгов. У нас здесь есть возможность два года не платить аренду, и зарабатывать, и работать там, где нет работы, да, то есть, ну, на месте, скажем так, на месте время 3-7 месяцев, но бывает, когда и на целый год все это затягивается, то есть, да, то есть по срокам это долго. И либо взять на торгах, то есть это мы работаем с тем, что уже есть, здесь и сейчас уже готово, да, то есть, как вам удобно, вы можете решать самостоятельно, работают абсолютно все способы, да, то есть, еще раз, согласовать земельный участок, это одна из немногих возможностей, где заработать можно без вложений, да, то есть, как, либо как минимум вложений, ну, либо так и без вложений. И здесь мы можем продать право аренды, либо согласовать для какого-либо другого клиента, а работать на торгах, то есть, здесь, ну, мы уже работаем с тем, что есть. Здесь мы можем заработать как агента, вот прям здесь и сейчас, оказать услугу по выкупу земельного участка. И еще раз вам хочу напомнить, что ни для кого не секрет, что мы уже вступили в фазу мощнейшего экономического кризиса. Это не будущее, это наше настоящее. Все, что случилось, мы здесь и сейчас, мы находимся внутри кризиса. Отступать уже некуда. Либо мы ищем возможности заработка, либо мы принимаем то, что есть и живем без денег. Кому? Как удобно. Спасение утопающих, уволенных, оставшихся без дохода, дело рук самих утопающих, уволенных, да, то есть, ну, соответственно, без дохода. Никто, ни работодатели, ни государства нам помогать, к сожалению, не будут, чтобы мы с вами жили в достатке. И земля это самая недооцененная категория, самая прибыльная, самая дешевая, что мы можем купить. И земля с каждым годом, она не падает в цене, она только растет, растет, растет. И работать мы можем абсолютно в любом кусочке, в любом регионе, да, то есть, российской федиорации. И наш видеоурок потихоньку подходит к концу.